Украина вновь этой ночью закрыла все аэропорты в Москве, из-за чего самолеты не могли как взлетать, так и приземляться. Произошло это снова по причине летающих беспилотников. Мэр Москвы заявил, что российская противовоздушная оборона в Истринском районе якобы сбила один беспилотник. Однако после его падения, издалека было видно сильный пожар. Вот так теперь Украина контролирует российские аэропорты. Если Украина говорит всем сидеть, то все самолеты в Москве сидят. Если Украина разрешает лететь, то они взлетают. Украина взяла Москву под огневой контроль, и если мы захотим, российские аэропорты будут закрыты целый день. Всем международным перевозчикам, которые до сих пор летают на Россию, рекомендуется закрывать туда свои полеты, и как можно быстрее. Ведь хлопки в районах российских аэропортов в скором времени могут стать более систематическими, что может привести к порче дорогостоящих самолетов. Эмиратес, Turkish Airlines, Qatar Airlines и другие авиакомпании, должны как можно быстрее отказаться от полетов не только на Россию, но и над Россией. Как мы увидели недавно, Россия легко сбивает гражданские самолеты над территорией РФ, если так захочется Путину. Кроме последних событий, по приказу Путина были сбиты самолет над Донбассом в 2014 году, а также самолет президента Польши Леха Кочинского. Невменяемый Путин готов сбивать любые гражданские самолеты, если на борту будет какое-то лицо, которое ему не понравилось или когда-то обидело. Поэтому, чем быстрее мировое сообщество ограничит перелеты на Россию, тем лучше для них самих, ведь безопасность пассажиров должна быть на первом месте.